Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по книге Бытия. И сегодня мы читаем 14 главу. И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Елоссарского, Кедор Лаумера, царя Еламского, Ифидала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шамевера, царя Сиваимского, против царя Белы, который есть Сегор. Все они соединились в долине Сиддим, где ныне море соленое. 12 лет они были в порабощении у Кедор Лаумера, а в 13-м году возмутились. В 14-м году пришел Кедор Лаумер и цари, которые с ним и поразили Рифаимов, Ваштынов, Карнаиме, Зузимов, Гаме, Имимов, Шафе, Киреофиме, Хореев, Гореях, Сеиме, до Эл-Фаррана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мешпад, который есть Кадес, и поразили всю страну Амаликитян, а также Амариев, живущих в Хацацон-Фамаре. Нам может показаться не очень понятным, какое духовное значение имеет описание этого очень древнего военного конфликта между группами царей. И может не очень казаться понятным, в чем тут назидание, собственно. Но дело в том, что Священное Писание описывает историю спасения, как она разворачивается в нашем реальном мире. И вот в реальном мире Божий избранник Авраам оказывается в гуще вот этого конфликта между двумя коалициями царей. Ну, надо сказать, чтобы у нас не возникала такой преувеличенной картины происходящего, что цари, о которых идет речь, мы бы их скорее назвали вождями или даже полевыми командирами. То есть речь идет о предводителях вооруженных групп в несколько сотен, наверное, человек. Там было не очень большие группы народа. И вот эти цари, они конфликтуют между собой, они разоряют земли друг друга, и они угоняют людей в рабство. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Сиваимский и царь Белый, который есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сиддим. Кедор Лаумером царем Еламским, Фидалом царем Гаимским, Амрафелом царем Синаарским, Реохом царем Елоссарским, четыре царя против пяти. В долине же Сиддим было много смоляных ям, и цари Содомский и Гоморский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморы и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, имущество его и ушли. Мы видим, здесь упоминается Лот, племянник Авраама, который живет в городе Содоме. И упоминается, что жители Содомские были весьма злые и грешные пред Господом. И мы видим, что Лот живет в этом городе, но он остается порядочным, честным, нравственным человеком. Он не поддается общим нравам Содомлян. И это указание на то, что можно жить как ной до потопа, можно жить в крайне развращенной среде и остаться этой средой непоглощенным, незапятнанным. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, а Мариянина, брата Эшколы и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Авраам, услышав, что Лот, сродник его, взят в плен, вооружил рабов, своих рожденных в Доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана. Авраам слышит, что его родственник взят в плен, и он выступает, чтобы его освободить. И так при этом получается, что так запутано все в этом мире, что он выступает фактически на стороне царя Содома и царя Гаморы. То есть он выступает в этот момент, в ходе этих боевых действий, на стороне этих злых, развращенных людей. У нас нет оснований полагать, мы этого не знаем просто, что их противники, их оппоненты были намного лучше, но мы видим, что Авраам, оказывается, втянут в этот конфликт из-за того, что родственник его оказался взят в плен в этом городе. И это показывает нам, что некоторые конфликты, военные, политические конфликты, это не конфликты между добром и злом. Хотя, конечно же, каждая сторона в конфликте уверяет, что мы добро, а не зло. Часто бывает не так. Часто бывают это конфликты между двумя группами грешных людей. И вот Авраам, оказывается, втянут в этот конфликт не потому, что он на стороне добра, просто потому, что его родственник попал в плен. И вот мы читаем про Авраама, что он вооружил рабов своих рожденных в доме его 318. Это очень интересный пример того, как в Библии используется слово раб. Мы знаем, что сейчас многих людей очень как-то пугает выражение раб Божий, вот не хочется им называться рабами Божьими, потому что в современном языке раб — это кто-то забитый, это кто-то, над кем издеваются, это кто-то, кого заставляют работать на износ, это кто-то, с кем обращаются, как с вещью. В Библии мы видим что-то неожиданное, мы видим, что Авраам вооружил рабов своих. То есть, он относится к рабам с доверием, он понимает, что он может своих рабов вооружить, и они не только не обратят оружие против него, они будут сражаться за него, они будут подвергать свою жизнь опасности, сражаясь за своего господина, за Авраама. Это показывает нам, что архаичное рабство, рабство той эпохи, оно выглядело не так, как мы его себе привыкли представлять. Мы привыкли видеть, что, ну, представлять себе так, что над рабами всячески измываются, они ненавидят своих хозяев лютую ненавистью, но не могут восстать просто потому, что они не могут противостоять силе оружия. И здесь мы видим совсем другую картину. Мы видим, что рабы пользуются доверием своего господина, и они за него сражаются с оружием в руках. Это показывает, что в те времена отношения между рабом и господином носили характер, близкий к такому патриархально-семейному. Для рабов, рожденных в доме его, Авраам был главой рода. И, конечно, внутри этого племени, внутри дома Авраамова существовало определенное разделение. Да, был Авраам глава рода, были его родственники, были его дети, были его близкие самые люди, и дальше были, может быть, более дальние родственники, были рабы, но все это было нечто больше напоминавшее семью. раб в патриархальном рабстве, он не был вещью, он был младшим членом семьи. Это как мы можем сказать по-церковно-славянски отрок. Слово отрок, оно означает и слугу, раба, и оно означает юношу или мальчика. Отрок может быть сын, может быть раб. потому что в архаичном патриархальном обществе грань между младшим членом семьи и рабом она могла стираться, она могла не быть очень четкой. И рабы, рожденные в доме Авраамова, они могли смотреть на Авраама как на своего отца, как на своего господина, относиться с нему с глубоким уважением и доверием, высоко ценить свою принадлежность к дому Авраама, и когда Авраам их вооружает, они выходят и сражаются на его стороне. Поэтому когда мы читаем в Библии это слово раб, мы должны помнить о том, что речь не идет о том рабстве, о котором мы привыкли слышать. Потому что мы привыкли, что классовая борьба, существует острая ненависть между рабами и господами. Это было не всегда так в античном мире. Было по-разному, конечно, но могло быть такое, что между рабами и господами существовало нечто вроде союза, нечто вроде завета. И рабы служили верно, не за страх, а за совесть своим господам, господам доверяли, как мы видим в случае с Авраамом. Он вооружил рабов своих рожденных в доме его 318 и преследований приятелей Дадана. И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его и поразил их и преследовали их доховы по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество его до сродника своего, и имущество его возвратил также женщин и народ. И мы видим, что Авраам со своими рабами они напали на вот этих победоносных было царей и рабы проявляют немалую воинскую доблесть, что у нас тоже плохо ассоциируется со словом раб, но они проявляют воинскую доблесть, они разбивают неприятелей и они освобождают всех, всех, кто был захвачен. И возвратил все имущество Илота сродника своего, и имущество его возвратил также женщин и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорова Аумера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и богословил его и сказал, богословен Авраам от Бога Всевышнего в адыке неба и земли, и богословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Вот здесь появляется эта таинственная фигура Мельхиседек, царь Салимский. Салим это Ерусалим, это тот город, где впоследствии, когда впоследствии царь Давид перенесет свою столицу, где будет столица Израиля. И там появляется Мельхиседек. Мельхиседек это еврейское имя, которое значит царь правды. Малк это царь, а цадек это праведность. Цтака это праведность, или цадек это праведник. то есть Мельхиседек это праведный царь. Он вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И здесь святоотеческие толкователи усматривают указания на Евхаристию, то есть на хлеб и вино. И богословил, ну это прообраз, конечно, не сама по себе Евхаристия, ее еще нет, она еще не установлена, это будет установлено еще очень нескоро, но это прообраз, это указание на то, что это будет в будущем. Он был священник Бога Всевышнего. То есть этот Мельхиседек, он является поклонником и священником ни одного из этих языческих богов, он священник Бога Всевышнего. И он богословил его и сказал, богословен Аврам от Бога Всевышнего владыки неба и земли. И богословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Аврам дал ему десятую часть из всего. Мы видим здесь, что священник Мельхиседек богословляет Аврама и Аврам дает ему десятину. Десятая часть всего это то, что полагается как плата священнику. И мы видим, что Мельхиседек это прообраз и священнического сословия, которое потом появляется в Израиле, которое получает тоже десятину и служит Богу. Но более всего в Новом Завете Мельхиседек это прообраз Господа нашего Иисуса Христа. Он первосвященник. Мы слышим в церкви, как поют «Клялся Господь не раскается, ты священник во век, почину Мельхиседекову». То есть Христос прообразуется в образе Мельхиседека. Мельхиседек является священником Бога Всевышнего. Он предстоит пред Богом за народ, за людей. И Христос также является первосвященником в том смысле, что Он предстоит пред Богом за людей. В послании к евреям есть обращение к вот этому ветхозаветному отрывку. И там автор послания к евреям рассматривает вопрос о том, каким образом Христос может быть священником, ведь Он не принадлежал к колену левитов. И автор послания к евреям говорит, что Мельхиседек тоже не принадлежал. Тем не менее, мы видим, что Авраам признает его первосвященником, принимает его богословение, дает ему десятину. И мы видим, что этот таинственный Мельхиседек, он кто-то, кто больше Авраама, поскольку он богословляет Авраамом, богословляет кто-то старший, богословляет кто-то, обладающий более высоким статусом. И в этом отношении Мельхиседек рассматривается как прообраз Господа нашего Иисуса Христа. И мы видим здесь установление такого обычая, как десятина в Древнем Израиле, и этот обычай сохраняется в церкви, богочестивые верующие вносят на богослужение, на содержание священства, на содержание храма десятую часть своих доходов. И это обычай сохраняется до сих пор, и понятно, что для многих это является чем-то затруднительным, но, по крайней мере, мы можем стараться приближаться к тому, что от нас требуется, и вносить какую-то, ну, не десятину, там, какую-нибудь пятину, или когда человек может, ну, хотя бы, не знаю, 500 рублей, ну, 200 рублей отдать на храм Божий, пусть он это делает каждый месяц. И когда человек это регулярно делает, Божья благодать действует, опираясь на вот эту маленькую ступку со стороны человека, и жизнь человека меняется. Мы призваны, подобно Аврааму, подобно богочестивым людям всех времен, поддерживать храм, поддерживать богослужение, поддерживать священников. Если мы не платим десятину, давайте мы установим что-то, каждый для себя, что в состоянии мы платить. То есть в идеале это десятина. Но хотя бы что-то, что мы можем. Вот как человек, который постепенно накачивает мышцы, постепенно увеличивает нагрузку, пока он не достигнет намеченного результата, мы можем на храм Божий, скажем, раз в месяц с каждой зарплатой что-то относить. И может быть, Бог нас так богословит, что мы сможем платить десятину, и мы при этом не обеднеем, мы обретем Божие богословение. И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимаю руку мою к Господу, Богу Всевышнему, в адыке неба и земли, что даже нитки ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Царь Содомский признает, что победу одержал на самом деле Авраам, конечно. И Авраам заслуживает свою часть добычи. Он говорит, ну, то, что враги награбили имущество, ты себе возьми, это мне только людей верни. И Авраам отказывается брать. Почему? Потому, что это означало бы признание определенной вассальной зависимости, что если тебя одарил какой-то царь, ты ему теперь обязан. Ты теперь находишься у него в подчиненном положении. Он стоит над тобой. И у тебя возникли определенные обязательства. И Авраам говорит, нет, я ничего не возьму. Чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама, и мне теперь Авраам должен. Кроме того, что съели отраки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною. Аниров, школу и мамри пусть возьмут свою долю. То есть вот люди, помогали мои союзники, они пусть получают свою долю. Я ничего не возьму для того, чтобы это не выглядело как заключение союза или как вступление в такую феодальную зависимость. Поскольку принять от царя Содомского какое-то имущество значило бы признать свою зависимость. Авраам этого не хочет делать. Мы с вами прочитали 14-ю главу книги Бытия. Мы читаем писание в рамках библейского портала Экзегет.ру Редактор субтитров Продолжение следует...